Сделать из газового булона вот такую грубку, вот такую. Вот такая груба, с такими дверьми, с таким пидвайлом, там колосники будут. И все я буду делать с вот такого баллона. Значит, первонаперво, мне нужно дезактивировать баллон, то есть он уже пустой, но я попробую открутить вот этот штуцер. Ну, если мне получится, конечно, это было бы идеально, чтобы выйдет оттуда газолин, чтобы вдруг не рванул. Ну или более, конечно, такое хуже кропотливое занятие, прокрутить где-то в этом месте дырочку аккуратно и слить с него, дегерметизировать этот баллон и слить с него все взрывчатые вещества, которые там находятся, и залить туда воду. Значит, сейчас мне беру ключа, пробую открутить вот этот кран. Если не получится, буду дырку вертеть. Так, проверкел вот дырку. Сейчас попробую посмотрю, что тут выльется или не выльется. Ну, даже если туда ничего не выльется, газолин там или что, туда залью водой. Ни хера тут не маг. Короче, сейчас в эту дырку записываю ретухи воды и все. Так, сейчас будет самое одно из трудоемких процессов. Я вот линию чертил. Нужно пройтись по контуру и отпилить. Это будет наша груба, а это будет вот ход. Значит, вот по линии, по кругу болгарка сейчас начну резать. Ой, это будет долго, чувство. Так, вот отрезал кусок баллона, а с этого буду делать грубу. Здесь сделаю дырку, отверстие, а здесь отверстие будет, куда дрова забрасывать, а здесь поддувайло будет. Буду туда, сейчас подчерчу покажу. Сейчас варю рамку для чугуна, чугунок будет вставать вот в эту рамку, а в это отверстие, вот эти вот, будет проходить дым. Так, вот так вот. Сейчас моя работа приварить, сварить вот такую рамку. Рамку сварил, вот такая вот рамка. Такая вот, она ложится сюда. Теперь сюда ставится чугун. Огонь. Дым огонь будет выходить через эти, через вот эти дыры, они со всех сторон. Так, сейчас буду резать здесь отверстие, куда будет дрова подкидать. Сейчас вот здесь наметил. Так, вот такая вот у нас, она начинает что-то получаться. Сейчас буду здесь резать. Сделал отметку, где будут отверстия для забрасывания дров. Значит, здесь такая будет ситуация. Петли у нас будут вот с этой стороны. Значит, мы начинаем, я буду резать, начинаю с этой стороны и с этой стороны прорежу вот так до половины. Приварю петли, потом дорежу до конца и срежу. Ну и потому что таким вот только способом будет, будет все хорошо. Короче, я варю сейчас. Сейчас вырезаю эту сторону, вот эту, и до половины сюда. Потом приварю и петли, а потом такой отрезаю все до конца. Так, петельки будут здесь вот такие, обыкновенные, форточные. Сейчас я их приварю. Приварю и покажу, что вышло. Так, петли припаял. Сейчас дорежу по контуру. И будет готовая дверка. Так, дырочку до дров я прорезал. Вот такая ли она будет. Сейчас сюда какую-то мандейку приварю, чтобы было за что брать. Потом еще здесь сделаю поддувай. Ну, вот такое поддувайлице сделаю. Так. Теперь буду делать колосники с такой арматуры. Примерно. Примерно вот так я ее буду варивать. Там варю, потом здесь варю. И так, в общем, буду... В общем, сейчас только сейчас одна. Потом как будет на что-то похоже. А я вам еще покажу, что из этого получилось. Так. Колосники готовы. Осталось только прорезать под дырку для поддувайла. Или отвертки. Вот такую вот. Только для поддувайла. И проверяю, что получилось. Так. Вот типа моя плита. Вот такая. Вот такая она с этих сторон. Там вон колосники. Здесь у меня дверь для подброса дров. А здесь у меня будет поддувайла. И для выборки попела. Ну, сейчас я немножечко подшамаю. И проверю, как она горит. И вам покажу. Так. Не прошло 15 минут. Уже вода закипела. Вот. Видите? Вот такая вот моя работа сегодня. Вот такая моя буржуйка. Из газового баллона. Так вот. Так вот раз. Всем спасибо. Всем пока.